В пятницу стало известно, что россиянин Валерий Иванов был замучен насмерть в украинской тюрьме подо Львовом. Следственный комитет России завёл по факту уголовное дело. Полпред России в контактной группе по регулированию в Донбассе Борис Грызлов объявил, что проведённая экспертиза доказала, что причина смерти – пытки. Ранее из Киева заявляли, что наш Валерий Иванов погиб в тюрьме от несчастного случая. Мол, упал головой об пол и умер. Верилось в это с трудом, ведь все помнят кадры допроса Валерия Иванова на Украине, отснятые ещё в 2015 году. Глаза еле открываются, узника жестоко избивали. Как вы попали на Украину? Вехал помогать. В чем помогать? В борьбе против фашистского режима. Валерий Иванов – настоящий герой-доброволец. Уроженец Северодвинска, Архангельской области. Когда на Украине разразилось гражданское, отправился на Донбасс помогать его защитникам. Не за деньги. Попал в плен, получил 12 лет. Но даже под пытками остался верен себе и тем, кого защищал. Вот кадры из украинской телепередачи. Я не наёмник, это во-первых. Я не за деньги иду защищать, а именно защищать по своему принципу. Валерия так и не сломили, но пытали до последнего. Одна из пыток – инсценировка обмена. В декабре 2017-го, в канун Нового года, его посадили в автобус и вместе с другими россиянами повезли на обмен. В последний момент Валерия Иванова из автобуса вывели и опять вернули в тюрьму. Подо Львовом продолжили пытать. То, что показала экспертиза, мне кажется, шокировало даже бывалых. Поэтому сейчас будут предприниматься по дипломатическим каналам соответствующие шаги. Для того, чтобы международное сообщество в очередной раз на основе фактов убедилось в том, что киевский режим, конечно, находится вне правового поля. Храм в родном Северодвинске. У гроба герои-добровольца – однополчане и простые жители города. У гроба герои-добровольца – воина. Валерия не уехала в том, что не вольному же и не вольному. Похороны Валерия Иванова прошли в декабре. О результатах экспертизы стало известно на этой неделе. Но Украине тем временем продолжают незаконно удерживать журналиста Кирилла Вышинского. А на его адвоката Андрея Доманского оказывают давление от неожиданных обысков до угрозы вести уголовное дело и таким образом отстранить от защиты Вышинского. В тюрьме Кирилла по абсурдному обвинению в госизмене гноят уже с мая прошлого года.